В парадном зале устраивались балы и приемы. Некогда здесь давала спектакли итальянская опера. Сейчас в Белом зале выставлены произведения французского искусства XVIII века. Разнообразными изделиями представлен здесь фарфор знаменитой северской мануфактуры. Это и статуэтки, и настольные украшения, и декоративные вазы. Огромная кобальтовая ваза – единственная сохранившаяся до наших дней из нескольких таких же ваз, выполненных в Севре. Значительное место в экспозиции зала принадлежит работам Давида Рёндгена, крупнейшего мебельщика своего времени. Ряд произведений был им исполнен специально для императрицы Екатерины II. Изделия мастера выдержаны в строгом и благородном стиле классицизм, господствовавшем в ту эпоху. В формах классического архитектурного сооружения создан шедевр Рёндгена «Бюро Аполлон». Изделие было так названо не случайно. Его венчает бронзовое изображение Аполлона, античного бога света, покровителя искусств. Бюро снабжено сложными механическими устройствами, с помощью которых выдвигаются потайные ящички, включается музыкальный механизм. Письменный стол «Пюпитр», по своей композиции напоминающий монументальное архитектурное сооружение с колоннами, фризом и ступенчатым завершением, служащим постаментом для бронзовой скульптуры, а также снабжено многочисленными ящиками-тайниками, секретными замками и специальным механизмом, поднимающим столешницу, превращая её в пульт для письма-стория. Среди находящихся в зале картин – портреты кисти известных мастеров – Токе, Вежелё Брен, Вуаля. В изобилии представлены здесь пейзажи Гюбера Рубера, одного из самых популярных живописцев своего времени. На выставочных счетах располагаются небольшие полотна художника. На одном из них изображен античный храм, сохранившийся во французском городе Ниме. Стены зала украшают монументальное декоративное панно Рубера. Художник, одарённый незаурядной фантазией, в своих произведениях нередко помещал подлинные архитектурные сооружения в воображаемый пейзаж. Непосредственно за белым залом располагается золотая гостиная. Она также относится к покоям, созданным архитектором Брюловым, к свадьбе будущего императора Александра II, в то время ещё наследника престола. В дальнейшем этот интерьер служил парадной гостиной в апартаментах Марии Александровны, супруги Александра II. Вензель императрицы с её монограммой, перепитающейся буквы М и А, украшает картуши в центре карнизов. Использован он и в декоре золочёной мебели. В 1850-е годы убранство зала было несколько изменено архитектором Штакеншнейдером. Некоторые переделки осуществлялись и позднее. Название гостиной дало обилие золота в её отделке. Пологие своды и стены зала первоначально покрывали лепные золочёные орнаменты, стелившиеся по белому фону. Сплошной позолотой стены были покрыты, очевидно, в конце 50-х, в начале 60-х годов XIX века, когда в моду вошла ошеломляющая пышность. Интенсивность цветовой гаммы усиливала звучная обивка кресел и диванов, драпировки окон и дверей. Мебельный гарнитур для гостиной был исполнен по эскизам архитектора Штакеншнейдера. Убранство гостиной дополняет эффектный камин. Он отделан белым мрамором и украшен мозаичным панно с изображением античных руин. Сейчас золотая гостиная используется как зал для временных выставок, произведений декоративно-прикладного и ювелирного искусства. В настоящее время здесь располагается выставка под названием «Судьба одной коллекции» 500 резных камней из кабинета герцога Орлеанского. Здесь представлены геммы, самые ранние из которых датируются IV веком до Новой эры, а самые поздние – середины XVIII века. Они составляют треть коллекции, собранной герцогами орлеанскими. В 1787 году эту коллекцию приобрела императрица Екатерина II, страстно любившая резные камни и называвшая свое увлечение «камейной болезнью». Выставка продолжает серию временных экспозиций, посвященных знаменитым европейским коллекциям, которые легли в основу собраний Эрмитажа. Субтитры создавал DimaTorzok В залах третьего этажа Зимнего дворца, обращенных к Дворцовой площади, располагается экспозиция искусства Франции XIX – начала XX столетий. Здесь, в трех залах, представлены произведения великого французского мастера Анри Матисса. В собрании Эрмитажа 37 полотен художника. Они знакомят с разными жанрами, в которых работал живописец, и с разными периодами его творчества. Наиболее ранние картины Матисса в Эрмитаже – натюрморты, исполненные на исходе XIX столетия. Самый ранний из них – «Синий горшок и лимон», написанные в 1897 году. К 1901 году относятся натюрморт «Посуда и фрукты». Экспрессивность его колорита предвосхищает работы последующих лет. По словам Матисса, живописцу прежде всего надо обладать даром цвета, как певец обладает голосом. К каким бы темам ни обращался художник, он стремился добиться в картине максимальной выразительности красочных сочетаний. Таковы и его полотна 1908 года с изображениями обнаженной натуры, обнаженная женщина и игра в шары. В 1910 году Матисс создал для русского коллекционера Щукина, первого мецената-художника, наиболее монументальные полотна этого периода. Это парное декоративное панно «Танец и музыка», предназначавшиеся для лестницы московского особняка-заказчика. «Я, — говорил Матисс, — очень люблю танец. Танец — это вещь удивительная, жизнь и ритм». Мастер, стремившийся, по его словам, простейшими способами передать то, что относится к сфере чувств, с предельной простотой воплотил в картине безудержную стихию танца. Музыка решена в той же цветовой гамме, но в иной эмоциональной тональности. Вихревому движению танца противопоставлена неподвижность фигур, будто околдованных мелодий. Как в танце, так и в музыке, живописец виртуозно дал в плоскостном изображении ясное представление о пространственных связях фигур, земли и неба. Щукин приобрел у Матисса целый ряд больших композиций, которые сам художник называл симфоническими интерьерами. В их числе – красная комната, разговор, семейный портрет. Как правило, источником мотивов мастеру служила конкретная натура, которую он преображал в соответствии со своим художественным методом. Так, в красной комнате представлена столовая Матисса, за окном которой виден розовый домик – мастерская художника. В картине «Разговор» изображена балконная решетка из интерьера загородного дома мастера, а в фигурах персонажей легко угадывается облик самого Матисса и его жены Амели. В семейном портрете изображены члены семьи художника – его жена, дочь и сыновья. К самым поздним живописным произведениям Матисса в Эрмитажном собрании принадлежат портреты Делекторской. Лидия Николаевна Делекторская, русская по происхождению, многие годы была секретарем и помощницей художника. В Зимнем дворце находится так называемая «особая кладовая». Это один из двух разделов Эрмитажа, в которых экспонируется произведение ювелирного искусства. В нескольких залах кладовой представлены изделия из драгоценных металлов и камней, исполненные тысячелетия тому назад. Большей частью они происходят из древних захоронений, обнаруженных на территориях огромной протяженности – от Сибири до Северного Причерноморья. Хранящийся в музее собрание древнего золота – одно из лучших в мире. Начало ему было положено знаменитой сибирской коллекцией Петра I, первоначально находившейся в Петровской кунсткамере, а в 1859 году переданной в Эрмитаж. Экспонаты этой уникальной коллекции преимущественно относятся к периоду с VII века до н.э. по II век нашей эры. Составляющие ее предметы были обнаружены на землях Урала, Алтая и Сибири в погребениях вождей кочевых племен. К наиболее известным частям собрания золотых древностей принадлежит и коллекция скифских памятников VII-III веков до н.э., большая часть которых происходит из курганов Прикубания, Северного Кавказа, Северного Причерноморья, Украины и Юга России. Раскопки этих захоронений были начаты любителями древностей еще в XVIII веке, а в XIX столетии их вели уже русские ученые-археологи. Истинные шедевры характерного для скифского искусства звериного стиля – пантера и олень, найденные в Прикубании. В курганах у станиц Келермесская и Костромская. Эти массивные пластины из золота, которые кочевники скифы почитали как священный металл, вероятно, украшали оружие скифской знати. Возможно, олень в представлении скифов был воплощением благих сил, и потому его изображение нередко встречается в скифских курганах. К частым находкам из кочевых захоронений относятся гривны – шейные украшения. Великолепный золотой гребень, увенчанный скульптурной группой сражающихся скифских воинов – находка из кургана Салоха, раскопанного в Приднепровье, близ города Никополя. Здесь, как пишет древнегреческий историк Геродот, обитали так называемые царские скифы. Создали гребень в конце V-начале IV веков до н.э. греческие мастера, жившие по соседству со скифами в городах-колониях Северного Причерноморья. Двусторонние рельефные изображения исполнены в технике чеканки, а подробности – пряди волос, детали одежды, переданные гравировкой. Фигуры, украсившие гребень, дают представление об облике скифов, их одеждах и вооружении. Золотая обкладка скифского «Горита» – футляра для лука и стрел – также греческая работа IV века до н.э. Пластина происходит из кургана «Чертамлык» в Поднепровье. На ней представлены сцены из истории древнегреческого героя Ахилла, участника Троянской войны. На территории Боспорского царства, образованного древнегреческими колониями в Северном Причерноморье, был раскопан курган Куль-Оба. Он располагался близ Керчи, где некогда находилась столица Боспора – город Пантикопей. Из склепа с женским захоронением происходят золотые височные подвески IV века до н.э., прикреплявшиеся к женскому головному убору. На диске каждой из них изображена голова Афины, древнегреческой богини мудрости и справедливой войны. Богиня-воительница представлена в сложном, свято-западе.